ДВАХП ПРЕДСТАВДЕЕТ Посмотрим, там не только, кстати, движки, там есть и парочку даже машин, но в этих машинах тоже работающие двигатели. Короче, погнали смотреть, что сделали талантливые ребятки в PeoplePlayGround'е. Так, давайте начнем вот с этого, он у нас тут сверху стоит, это мало, честно говоря, похоже на движок, больше какая-то херня, но да сейчас разберемся, сейчас мы звучок посмотрим, что у нас там по звуку, чтобы не было всяких минус ушей. Окружение нормально, вот саунд-эффект можно немножко уменьшить, а так мастер-волюм увеличим. Окей, так, давайте смотреть, что здесь есть, здесь аккумулятор, точнее генератор, есть ручак, есть датчик и, собственно, переключатель, который нам надо переключить-включить. Давайте попробуем. Включаю этот, включаю этот, включаю этот и начинает. Я понял. Ну что ж, раз минус уши, значит будет минус уши. Так, ну чего, ну давай я переключу переключатель. Ага. Пошел сигнал. Ага. Что-то правда как-то... Как-то он медленно... Ну работает же, правильно? Может надо генератор включить, тогда... Четыре. Давай я поставлю один. Да, за вот, за этой, какого, lag delay. Задержка один, движок работает быстрее, но все равно больше работает, как какой-то конвейер. Или какой-то аппарат на заводе. А можно поставить? Сейчас, секунду. Сет летбокс какой-нибудь. Ноль. Пять. Нет, он мне как пять ее считал, да? Эй, зараза. Не, подожди, ноль. Точечка. Точечка. Во. Э, во. Вот так должно быть лучше. Ну-ка давай. Давай. Ну вот, мне кажется, я настроил двигатель, теперь он работает нормально. Здесь два датчика. Честно говоря, не слишком разобрался в этой конструкции. Но главное, чтобы поршни двигали. Здесь вообще у всех движков главное это поршни. Давайте не будем задерживаться над одном из движков, потому что у нас их сегодня много. Если получится длинное видео, то я, наверное, тогда буду все дело разделять. Вот так, наверное, он выключается, да? То есть я с датчиков снимаю поршни и выключаю генератор и двигатель инактива. У, да, слушай, я почти разобрался. Ни хера ж себе. Ну все, хорошо. Так, двигатель номер два. И у нас здесь просто какой-то паровой полупаровоз-генератор. Еще и ездит. Здесь все попроще. Здесь два основных колеса. Одно из них, причем, тяговое. Собственно говоря, вот это и будет крутиться. И нам единственное, что надо сделать, это включить метроном. Активировать метроном. И эта штука должна, по идее, поехать. Давай я включу его. Чпуньк. Так, так, так. Да, и смотри. Ну типа вот этот пресс, он работает как вот эта подача паровоза. И это все дело очень громко. Как я, собственно говоря, и ожидал. Давайте немножко потише. По сто раз захожу за серию, блин, в меню. И меняю звук. Вот когда поправят в плейграунде звук, я не знаю. Ты смотри, оно едет. Здорово. Ты представь. Вот включи воображение и представь здесь. Сейчас, подожди. Представь, здесь вот паровоз. Здесь вот решетка. Здесь вот такое основное с трубой помещение. Что там у него? Нет, помещение у него здесь сзади. Но это если паровоз. Если это какой-то локомотив, то там совсем все по-другому. Кстати, можно достроить, если, блин, автор смотрит меня. Дострой и сделай паровоз. Нормально. Потому что таких вот паровозов прям классненько, кстати, не едет, да? А он обратно едет. Хорошо. У него стоит датчик и искусственный интеллект. Отлично. Вот, достроить, если будет прям классная постройка. Охренительная. Кстати, ну, ссылки на все постройки я, как всегда, оставлю в описании. Погнали смотреть дальше. Только тогда нам надо его выключать. Нам, наверное, метрономчик надо, да? Поймать, выключить. Ой, жбик. И все. Хорошо. Мне пока нравится. Так, это был второй движок. Движок номер три. Вот он здесь находится. Ага. Здесь уже прям есть небольшое описание. Мне нравится, когда есть описание. Потому что когда-нибудь описание, нихрена непонятно. W, чтобы активировать двигатель. Здесь все ребятки, как видите, пытались сделать имитацию поршней. И практически нигде эти поршни не работают, как вот в жизни. То есть они не выполняют свою функцию. Они просто ради визуала, чтобы были похожи на движки. Но есть, по-моему, один или два движка в этом видео. Ну, или в следующем, если видео получается долгим. У которых поршни именно выполняют свою функцию. То есть здесь вот резервуар. Здесь происходит взрыв. И взрыв толкает поршень. И это уже двигает вал. Посмотрим сегодня обязательно. Так, давай. Че, у меня пауза стоит. Ни хранит стоит. Ничего. W, активировать. Давай. Активируем. Что-то здесь закрутилось. Что-то затрещало. Да-да-да, смотри. Ну, это прям самый элементарный, да. Это, знаете, такая увеличенная копия. То есть можно сделать. Это вот передняя часть. Вот сам двигатель. Это уже привод двигателя к переднему колесу. Правда, почему-то оно начало крутиться в обратную сторону. Я так понял. Надо не суть. И вот здесь уже тоже достраиваем автомобиль. Смотри, вот здесь же такое колесо. Здесь уже, типа, сидит водила. Здесь багажник. Капот. Я не знаю. Во всем капоте будет тогда один движок. Ну, вот этот, кстати, прикольный, да. Здесь еще. Ну, или просто, да. Выключаю. И перестает работать. Здесь даже, кстати, движки есть какими-то передачами. Первый, второй. Ну, сейчас дойдем. Так, первая, вторая. Это была третья. Четвертая постройка. Это у нас тоже, ну, такой примитивный движок. Уже на колесах. Эта штука больше похожа на... Я даже не знаю, как она называется. Оно ездит по рельсам. И на нем стоят два чувака. И каждый по очереди со своей стороны тянет вниз рычаг. И за счет этого она каким-то образом едет. Я вообще прям из головы вылетел. Я в последний раз это слово, наверное, лет 10 назад слышал. Ну, в общем, на нее она похожа. Я, как видите, сделал тут блоки. Потому что... Потому что она что-то, когда я устанавливал, как поехала. И чуть мне все не сломала. Давайте я блоки уберу. Вроде она стоит нормально. Вот, нет, видишь, все равно здесь. Ручник не помешает, конечно. Ну и все. Здесь, наверное, тоже надо врубить метроном. И вот что-то запыхтело. Здесь прям дыма не хватает, знаете. Давай, мы тебя зафоловим. И ты тоже фоловь канал 2хп. Выходит иногда, редко, конечно, но выходят интересные видосы. Так, ну вот она едет. Я специально ее поставил на пластину подлиннее, чтобы был раздол. Раздолье, чтобы было, чтобы было куда поехать. А есть еще аккумулятор. Можно его врубить, и все это дело сломается, наверное, да. Он слишком, слишком много энергии дает. А можно как-то мощность у него регулировать? Я даже не знаю. Set temperature. Hit damage. Resize. Make a space. Нет, к сожалению, нет. Давай выключим, ладно. У нас паровоз плохо работает с батареей. Нужно еще менее какой-то мощный энергетический источник, чтобы это все дело... А вот, а так нормально. В принципе, даже можем, знаете что, оставить его. Типа перестать фоловить. И просто посмотрим, доедет ли он куда-нибудь влево или вправо. А то он шарахает его, то влево, то вправо. Даже не знаю. Если доедет, то упадет и будет замечать. Так это раз, два, три, четыре. Пятый движок. У меня сверху ничего нету. Нет, сверху ничего нету. Пятый движок. Это у нас... Херась! Вот такая вот конструкция. Уже с описанием. Уже с какой-то прям минимальным мануалом. Давайте почитаем. Нейтральная передача 1. А, это даже, знаешь что? Это пульт управления. Е-старт. Если это не стартит. Out of itself. Что? Что значит out of itself? Вне себя, да? Типа это. Ха-ха-ха. Не психуйте. И килл свич. Блин. Ну ладно. Первая передача. Ну давай. Я, короче, врублю и сейчас посмотрим. Вот сюда надо нажать на антенку. Ага. А, так-то я передачу врубил. А, врубить как ее? Вот так? А, это привод. Здесь, короче, стоит ружье. И вот здесь уже поршень. Хода бедный исполняет свою роль. Потому что возвращается он в обратное положение за счет выстрела ружья. Точнее даже какой-то снайперки. Вот, то есть она его толкает. Ну, собственно, в автомобилях, двигателях внутреннего сгорания так и есть. То есть, когда здесь вот уменьшается пространство, происходит взрыв. Там топливо смешивается с воздухом, что-то такое. Происходит взрыв и толкает этот взрыв поршень в обратную. И он крутит вал. Вот как-то так. Правда, правда, почему-то колесо здесь не крутится. Я же включил первую передачу. Может, я еще раз единичку нажму? Смотри, единичка. Единичка. Двоечка. Единичка. Ничего, не работает. Чего-то, ничего. А здесь что у нас? Давай, я машину врублю. Ой, ой, ой. Что-что случилось? Что-что случилось? Подожди, подожди. Но оно не крутится. Выглядит тут прям очень классно. Но оно что-то не работает. А вот это что за киллсвич? Перестала стрелять пушка. Просто крутится вал. Сам причем. А, ну потому что его крутит в это колесо, да. А здесь, кстати, тоже есть приемничек. А, это я колесо остановил. Замечательно. Давай еще раз. Первая передача. А вот это что такое? Стартим. Стартим. Это я убрал привод. А что сейчас будет, если она... Вернулся привод. Во-во-во, начинает крутить. Давай еще раз. Запускаем двигатель. Что ж такое киллсвич-то, а? А, это вклю... Я понял. Ну, это типа как раз... Включить ружье. Ты не даешь валу-то нормально. Оборот сделаешь. Что ты бесишь? Подожди. Вот, вот, вот. Давай в этом положении. Стреляй! Может, есть еще какая-то кнопка, что не подсказывает, которая вот немножко вот это колесико подвинет сюда ближе, чтобы была сцепка. Пока потому что сцепка... А вот что-то... О! Да ладно! Так, а можно обороты уменьшить? Подожди. Подожди. Не психуй. Подожди. Убери. Какая там кнопка? Там же есть какая-то кнопка управления. А, вот сейчас не хватает, да? Ну ладно, давай, включайся. Закрутилась, родимая! Ты посмотри! Давай человека на нее поставлю. Ну давай, крутись. Убрали привод. Сейчас он вернется. Сейчас пройдет таймер. Привод вернется. Вот-вот-вот. Я, наверное, просто последовательность неправильную делаю. Так, вот в этом режиме должно все работать. Но все равно что-то не крутится. Давай я еще вот это... Нажму. Нет, к сожалению. Ну ладно, может я действительно какой-то последовательность неправильный делал. Давай я все вырубаю, вырубаю, вырубаю. Все вырубаю, это тоже вырубаю. Это все тоже вырубаю. Нет, нет, вырубаю. Ну и так как мы посмотрели 5 движков и осталось у нас тоже 5, я приглашаю вас на следующее видео, которое, если вы смотрите это, то скорее всего либо вышло, либо выйдет через какое-то время, максимум через день на канале. Так что следите и увидимся уже там. А на этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих видосах. Счастливо! Счастливо!